Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. Обещали и сделали. Междугородние перевозчики протестуют, а сотни пассажиров не могут добраться до места назначения. Сколько продлится протест, расскажем далее. Подорожания продолжаются. Крупнейшая телекоммуникационная компания в стране, мол, телеком, повышает тарифы на интернет-услуги и кабельное телевидение. 15-летняя девушка находится между жизнью и смертью после падения с 15-го этажа одного из столичных многоквартирных домов. Полиция задержала известного молдавского актера. У него обнаружили пакет с веществом, напоминающим наркотик. Что говорит артист, узнаете в выпуске. Автостанции страны сегодня опустили. В Молдове началась общенациональная трехдневная забастовка автоперевозчиков. Транспортники, недовольные отказом Министерства инфраструктуры и регионального развития, удвоить тариф на перевозки. Из-за приостановки междугородних рейсов пассажиры вынуждены добираться до мест назначения на попутных машинах. В свою очередь, Министерство инфраструктуры заявили, что приостановлена была лишь небольшая часть рейсов. 10 февраля состоится новый раунд переговоров с транспортниками, на котором представители ведомства представят свой пакет предложений. В Новых Аненах люди, которые с раннего утра хотели отправиться в другое село или Кишинев, были вынуждены с автовокзалов вернуться домой. Сегодня я пошла на работу, смотрю, никого. Маршруток нет, автобусов тоже. В этих условиях некоторым пассажирам, чтобы добраться до места назначения, пришлось ловить попутки. В большинстве случаев, говорят люди, ждать пришлось долго. Я приехала на машине из села, но сейчас не знаю, как буду возвращаться. Пойду и буду стоять на трассе. Вот я до сих пор не могу уехать. Не знаю, думаю, что придется добираться автостопом. Несмотря на неудобства, многие поддерживают перевозчиков, потому что, по их словам, только так они могут быть услышаны. Хорошо делают, что протестуют, пусть продлится даже месяц, пусть разберутся. А на северном автовокзале столицы, по данным администрации, было приостановлено 76 рейсов. 33 продолжали действовать. Люди, конечно, были осведомлены о том, что, наверное, будет забастовка, протест, и многие, наверное, сами не пришли. Но сегодня работают все северные направления. Это бричанское направление, это бельское направление, это унгены и так дальше. На Флорешты. На Флорешты. А что вам сказали? У меня билет на 14.30. Другие люди, которым не так повезло, сказали, что будут искать решение, чтобы остаться в Кишиневе. А что делать? Будем ночевать тут, на вокзале, потому что мы только сегодня приехали. Маршрутки бастуют, а денег на такси, чтобы поехать домой. Нет. Я не знаю. Знаю, что не уедем. А куда вы направляетесь? Во Флорешты. Пойду к брату, который живет в Кишиневе. А если будут протестовать три дня, останемся на три дня. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры и регионального развития утверждают, что была приостановлена лишь небольшая часть междугородних рейсов, и большинство перевозчиков продолжают работать. До сих пор в ведомстве и Национальном агентстве автомобильного транспорта не было зарегистрировано жалоб от граждан на ограничение проезда в общественном транспорте. Отмечается также, что в четверг, 10 февраля, чиновники обсудят с транспортными операторами итоги проведенных консультаций. Как сообщил госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Паскалуция для радио «Еропа Либера», правительство предложит перевозчикам пакет решений в ответ на выдвинутые ими требования. По его словам, речь идет о введении дифференцированных тарифов в зависимости от категории комфорта, оцифровке услуг общественного транспорта, поддержке проектов по обновлению автопарка и налоговых льготах. Напомним, после неоднократных протестов автоперевозчиков правительство объявило о возможном повышении тарифа на 10 банов за каждый километр. Но такое решение не удовлетворило транспортников, которые требуют удвоить тариф на пассажирские перевозки или снизить цены на дизельное топливо. Нары объявляет о новом повышении цен на топливо. Агентство опубликовало предельные цены на вторник, 8 февраля. Литр бензина подорожал на 11 банов и будет продаваться по цене 23 лея 43 бана. Дизельное топливо выше на 13 банов. Оно будет стоить 20 лея в 36 банов. Согласно поправкам в закон о рынке нефтепродуктов, принятых парламентским большинством от ПДС, регулятор устанавливает ценовой потолок, а заправочные станции обязаны выставить их до полуночи. С начала года бензина 95 стал дороже на 2 лея 73 бана, а дизельное топливо на 2 лея 94 бана. С 1 марта национальная телекоммуникационная компания повысит тарифы на пользование интернетом и кабельным телевидением. Цены вырастут с 10 до 20 леев в зависимости от пакета услуг, сообщили ТВ6 в Молтелеком. Мы скорректировали цены на некоторые абонементы, на интернет и телевидение, которые стали неконкурентоспособными, потому что были ниже себестоимости. Цена изменилась с 10 до 20 леев в зависимости от подписки. Это были только существующие пакеты тех абонентов, которые оплачивали услуги ниже сегодняшних затрат. Директор по маркетингу сообщила, что абоненты были проинформированы об изменениях в оплате за 30 дней до этого. А те, кто не согласен с новыми тарифами, имеют право расторгнуть договор без взыскания неустойки. У компании Молтелеком около 420 тысяч абонентов фиксированного интернета и ТВ. В администрации президента намерены приобрести цветы на сумму 83 тысячи леев. Это следует из информации о тендере, опубликованной на сайте acquisitsi.md. По данным платформы, из общей суммы, выделенной на эти цели, 33 тысячи леев пойдут на покупку цветочных композиций, 50 тысяч на приобретение цветочных венков. Пресс-секретарь аппарата президента Лиана Ангел сообщила нашему корреспонденту, что покупки будут осуществляться по мере необходимости. И речь идет о цветах и цветочных композициях на весь 2022 год. 15-летняя девушка чудом выжила, выпав с 15 этажа одного из многоэтажных домов столичного сектора Баюканы. Инцидент произошел в минувшую субботу. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в детской муниципальной клинической больнице имени Валентина Игнатенко. Врачи говорят, что делают все возможное, чтобы спасти пациентку, которая с многочисленными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение. Лечащие врачи говорят, что девушка перенесла несколько операций, но ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Вместе с тем медики с оптимизмом смотрят на шансы подростка на выживание. Несовершеннолетняя находится в реанимационном отделении с многочисленными травмами и в очень тяжелом, но стабильном состоянии. Я думаю, мы ее спасем. По данным муниципального управления полиции Кишинева, 15-летняя девушка пыталась покончить с собой. Правоохранительные органы установили, что она сама прыгнула с балкона 15-го этажа высотного дома, но выжила, упав на крышу первого этажа. Несовершеннолетняя упала на крышу первого этажа, что спасло ей жизнь, но она получила множественные телесные повреждения. Девушка была немедленно доставлена бригадой скорой помощи в детскую больницу имени Игнатенко. По этому делу начато расследование. Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента и причины, которые побудили несовершеннолетнюю пойти на такой шаг. Последний случай такого рода был зафиксирован в декабре прошлого года, когда 29-летняя жительница Кишинева скончалась в результате падения с верхнего этажа многоквартирного дома. В ноябре 2021 года также в Кишиневе 21-летняя девушка выпала с балкона 14-го этажа жилого дома на улице Николая Тестемица, но и скончалась. Один из самых громких случаев суицида произошел в Бельцах, где летом прошлого года две девушки 16 и 20 лет совершили самоубийство, бросившись с 13-го этажа многоквартирного дома. У каждой из погибших была предсмертная записка, в которой они просили прощения у родных. Траур в семье бывшего депутата от партии ШОР Виолетты Иванов. Сегодня скоропостижно скончалась ее мать. Печальную новость сообщили представители политформирования, в котором состоит Виолетта Иванов, выразившие соблязнование политику и ее семье. Виолетта Иванов сейчас находится в предварительном заключении и попросила отпустить ее, чтобы она смогла присутствовать на похоронах матери. В Генеральной прокуратуре нашему телеканалу сообщили, что запрос находится на рассмотрении. О смерти матери бывшего депутата Виолетты Иванов сообщила партия ШОР, которая выразила искренние соболезнования своей коллеге и ее семье. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, особенно в связи с тем, что Виолетта Иванов переживает чрезвычайно сложный период, а это печальное известие причинило ей еще большую боль. В эти трудные времена мы рядом с ней и всей ее семьей. К сожалению, несправедливость убивает, и мы уверены, что те, кто виновен в несправедливости, которой сейчас подвергается Виолетта Иванов, ответят за это очень скоро», говорится в послании формирования. Виолетта Иванов не имела возможности быть с матерью в последние дни ее жизни, так как была задержана на 20 суток. Политик попросила отпустить ее на похороны. На данный момент прокурор рассматривает заявление. Если просьба будет одобрена, Виолетта Иванов сможет присутствовать на похоронах в сопровождении конвоя Национального центра по борьбе с коррупцией, заявила ТВ6 пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марьяна Кирпек. На данный момент прокурор рассматривает заявление. Если просьба будет одобрена, Виолетта Иванов сможет присутствовать на похоронах в сопровождении конвоя НЦБК. На прошлой неделе пять бывших депутатов, задержанных по подозрению в незаконном обогащении, были помещены под предварительный арест. Все они не признают себя виновными. Некоторые из арестованных экс-депутатов говорят, что являются жертвами политических разборок, за которыми стоят представители действующей власти. Как заявил ранее депутат от партии Шор Илон Шор, на его коллег оказывается давление, а заведенные против них дела являются оскорбительными, носят политический характер и призваны отвлечь внимание общественности от роста цен и энергетического кризиса в стране. Эти обвинения были отвергнуты партии действий солидарности президентом Майей Санду, которая заявила, что не давала никаких указаний правоохранительным органам, призвав их соблюдать закон и выполнять свою работу без злоупотреблений. Председатель партии «Демократия дома» Василий Костюк обвиняет офицеров Национального центра по борьбе с коррупцией в том, что они обыскали его 12-летнего сына перед тем, как он отправился в школу. По словам Костюка, это произошло утром 12 января, когда обыски были проведены по месту его жительства. Адвокаты политика обратились в Кишиневскую прокуратуру с заявлением о незаконных действиях следователей. Однако оно было передано для проверки в НЦБК. В связи с обыском его несовершеннолетнего сына председатель партии «Демократия дома» подал заявление в прокуратуру Буюкан. 7 февраля он был заслушан по этому вопросу в Национальном центре по борьбе с коррупцией. На основании заявления инициирована проверка, которую осуществляют офицеры того же НЦБК, поскольку, как пояснил адвокат Костюка, один из тех, кто проводил обыски, является сотрудником центра. «Сегодня меня заслушали в качестве отца несовершеннолетнего ребенка, которого обыскали. Я подал жалобу». В рамках проверки предстоит заслушать офицеров, участвовавших в обысках, а также супругу политика. Со своей стороны Костюк назвал обыскивание его сына издевательством, в связи с чем обратился в офис народного адвоката. «Хочу обратиться к народному адвокату по правам ребенка и во все так называемые неправительственные организации, которые пользуются фондами, получают гранты от европейского сообщества и защищают права детей, чтобы призвать их вмешаться и прекратить подобные злоупотребления в будущем». Омбудсмен Майя Бануреску ответила нам в письменном сообщении, что ее офис проводит проверку по этому факту и позднее будет представлено заключение. Офицер по связям с прессой Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински сообщила, что прокурорам предстоит квалифицировать все действия группы уголовного преследования, осуществлявшей последственные мероприятия. Василий Костюк был задержан 12 января одновременно с бывшим депутатом муниципальным советником Вячеславом Неделя по подозрению к причастности к незаконным сделкам с земельными участками в Дурлештах. Полиция подтвердила свои заявления, которые озвучила около недели назад о том, что в ночном клубе столичного сектора Рыжкановка среди более сотни посетителей не было ни прокуроров, ни судей, ни офицеров НЦБК. Заявления были сделаны на пресс-конференции. Лица частично установлены в отношении восьмерых, применены санкции, у них не было сертификатов. Среди выявленных лиц прокуроров, судей или других представителей государственных учреждений не обнаружено. Напомним, на прошлой неделе в ночном клубе Кишинева прошла вечеринка с нарушениями противоковидных мер. Ранее в прокуратуре и в Национальном центре по борьбе с коррупцией заявляли, что в клубе не было сотрудников НЦБК. О том, что не было там и судей, сообщили и в Высшем совете магистратуры. Напомним, за нарушение противоэпидемических правил для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 5000 леев, для юридических до 35 тысяч леев. На вопрос, почему правоохранительным органам пришлось ждать несколько часов под дверью клуба, исполняющий обязанности заместителя начальника столичной полиции Марин Гарас объяснил, что полиция не может силой ворваться в общественное место. Это дозволено лишь в случае обыска и при наличии ордера. Противоречивая информация о сегодняшних обысках первоначально прокуратура и полиция заявили о задержании трех сотрудников муниципальной больницы Святая Троица. Вскоре после этого представители обеих структур сообщили, что на самом деле обыски прошли в столичном центре семейных врачей сектора Рыжка, навка трех сотрудников которого подозревают в незаконной выдаче более сотни фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Между тем, глава Кишиневского управления здравоохранения заявил, что никаких задержаний в медцентре не производили и доказательств неправомерности действий медиков правоохранителя не представили. Путаница и неразбериха начались этим утром, когда согласно пресс-релизу полиция и прокуратура проводила обыски в муниципальной больнице Святой Троицы. Но позднее появилось уточнение, что в преступной схеме фигурируют заместитель директора и две медсестры центра семейных врачей сектора Рыжкановка. Поэтому следственные мероприятия проходят именно там. Подозреваемые якобы выдали в прошлом году более сотни поддельных сертификатов о вакцинации. Документы предположительно предназначались для лиц, проживающих за границей, которые в сумме заплатили за эти услуги более 600 тысяч леев. Помимо получения денег, воспользовавшись бедственным положением части граждан, они уничтожили те биологические препараты, вакцины, которые должны были быть введены и тем самым негативно повлияли на кампанию иммунизации, проводимую Министерством здравоохранения и закупившего эти вакцины. В результате этого нанесен материальный ущерб государству. Сотрудники Центра семейных врачей и больницы заявили ТВ6, что им ничего не известно об обысках. В настоящее время прокуроров в больнице Святой Троицы нет. Обысков не проводили. Все работают в обычном режиме. Меня никто не информировал. Я не знаю. Меня никто не проинформировал о никаких обысках. По поводу этой ситуации высказался глава муниципального управления здравоохранения Борис Гылко, который заявил, что никто из упомянутого Центра не был задержан, а в больницах не делают прививки, поэтому он ждет публичных извинений за неправомерное использование названия больницы Святая Троица. Ждем публичных извинений за удар по имиджу муниципальной больницы Святой Троицы. Учреждение никак не могло выдавать сертификаты о вакцинации. В больнице прививки не делают. Кроме того, были проведены проверки в Центре семейных врачей сектора Рыжкановка, но никого не задержали. Нас не информировали о ходе расследования и мы не привлекались к следствию. Между тем, депутат АКПДС Дан Перчун на пресс-конференции объявил о том, какие действия будут предприниматься властями для предотвращения и борьбы с фальсификацией сертификатов о вакцинации. Совместно с коллегой Анной Раку принято решение создавать межведомственную группу, учитывая возможность проведения парламентского контроля регулярно встречаться и обсуждать, какие предпринимаются действия по борьбе с этим явлением. Напомним, в конце прошлой недели по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации были задержаны шесть человек, в том числе четыре врача одного из центров здоровья в Ставченах. Сегодня в школах страны возобновились уроки с физическим присутствием учащихся. Напомним, согласно данным Министерства образования на прошлой неделе коронавирусной инфекцией заразились более тысячи школьников. Положительный тест на COVID-19 подтвердился у 203 учителей и 74 сотрудников из числа вспомогательного персонала. По данным Министерства, в детских садах болеют 94 ребенка, 186 воспитателей и 101 технический работник. На прошлой неделе SARS-CoV-2 заразились 60 студентов и 36 преподавателей. Официальные данные показывают, что на сегодняшний день уровень вакцинации преподавательского состава начального гимназического и лицейского образования превышает 84%. Десятки молодых людей были застегнуты полицией в одном из столичных ночных заведений после полуночи, где они проводили время в нарушении запрета властей, введенного на период чрезвычайной ситуации. Кроме полицейских, в рейде участвовали сотрудники спецподразделения «Фулджер». В результате всем посетителям пришлось предъявить свои сертификаты о вакцинации против коронавируса, выстояв для этого внушительную очередь. Большинство посетителей отказались предстать перед телекамерой. Некоторые из них сказали, что так и не поняли, почему нагрянули полицейские. Была очень прекрасная дискотека, все нормально, у всех есть прививки, просто все без масок. Ну, что, так получилось. Я ставил прививку Джонсон Джонсон себе, чтобы соблюдать те самые меры. Смотрите. Все, простите. А почему после 10 находитесь? Я не знаю, но вот пригласили, как бы мы пришли, мы не в курсе вообще, если честно. Прийти сюда, это было под нашу ответственность. Почему не ушли после 10? Нам не объявили. Никто из посетителей, застегнутых с поличным после полуночи, не смог покинуть заведение, не показав до этого представителям закона ковид-сертификат. В том случае, если бы его не было, клиенты рисковали штрафом от 2 до 5 тысяч леев. Помимо клиентов, проверка проведена и в отношении собственника заведения. Было установлено, что это заведение не прекратило работу после 22 часов. Там было более 100 человек. Предстоит провести проверку и в отношении экономического агента и применить к нему санкции. Либо штраф от 10 до 30 тысяч леев, либо запрет на осуществление деятельности на срок до 1 года. Отвечая корреспонденту ТВ-6, представители администрации заведения раскритиковали действия полиции. Им нечем заняться, как будто террористов поймали. Поймите меня правильно, это глупость. Весь мир уже вернулся к нормальной жизни, только мы в Молдове делаем все против себя же. В ночь субботы на воскресенье полиция продолжила на национальном уровне проверку соблюдения ограничительных мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Зарегистрированы четыре случая несоблюдения правил. Три в муниципе Кишинев и один в Дрокиевском районе. Ограничения, введенные НЧКОС, действуют до 20 февраля, когда истекает период чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. В муниципе Кишинев ограничения продлены до 15 марта. Актер Серджио Волок был задержан предположительно с пакетом наркотиков. Инцидент произошел в полдень на бульваре Штефана Челмаре в столице. По данным правоохранительных органов, сотрудникам полиции показалось подозрителем поведение мужчины и они его остановили. В момент проверки документов тот якобы выбросил пакет с неизвестным веществом, похожим на наркотики. Вскоре актер опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись, в которой опровергает появившуюся в прессе информацию. Я не виновен. Фотографии, которые появились сегодня в интернете, не мои. Мне кажется очень подозрительным, что карабинеры явились с пресса и так ничего и не нашли. Меня не обыскивали. Ответил на какие-то вопросы. Серджио Волок исполняет главную роль в клипе на песню «Тринулецл», с которой группа «Сдобши с дупой» и братья Дваховы будут представлять Молдову на Евровидении 2022. Ранее актер был приговорен за хулиганство на два года условно со срочкой исполнения на четыре года. Однако позже Высшая судебная палата отменила решение первичной судебной инстанции. Профсоюзные организации потребовали от правительства как можно скорее перейти к применению нового показателя минимальной гарантированной заработной платы в реальном секторе в размере 3,5 тысяч леев. В связи с этим они обратились к премьер-министру Наталье Гаврилице указывая на необходимость повышения зарплат в условиях роста потребительских цен примерно на 14%. Отвечая нашему телеканалу пресс-секретарь правительства Анастасия Табурчану заявила, что данный вопрос обсуждается и с заявлением по этому поводу Кабинет министров выступит после принятия решения. Минимальная заработная плата в размере 3,5 тысяч леев была одобрена в ходе состоявшегося в прошлом году совместного заседания, участники которого согласились с необходимостью обеспечения последовательного роста гарантий в сфере заработной платы. В настоящее время минимальная зарплата в реальном секторе составляет 2935 леев. Село Хаджимус осталось без примара. Анатол Йепури погиб в дорожно-транспортном происшествии. Информацию подтвердила нашему телеканалу бухгалтеру примирии села Вероника Урсу. Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник на въезде в город Каушаны. По сообщению инспектората полиции Каушан, 68-летний примар потерял контроль над управлением, съехал с трассы и врезался в металлическое ограждение. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла. Водитель скончался до прибытия врачей. По факту происшествия проводится расследование. Анатол Йепури занял пост примара в третий раз по результатам местных выборов 2019 года. Он также являлся ветераном вооруженного конфликта на Днистре. Военнослужащие, предположительно застрелившиеся на посту совместных миротворческих сил в селе Гурабыкул и с 2019 года служил в Национальной армии по контракту. В Министерстве обороны говорят, что причины трагедии пока неизвестны. Военнослужащему контрактнику, проходившему службу в Совместных миротворческих силах по поддержанию мира, был 21 год, и он был уроженцем Каларажского района. В Национальной армии служил с 2019 года. Этот случай расследуется компетентными органами. Согласно пресс-релизу ведомства, солдат-контрактник был смертельно ранен в воскресенье во второй половине дня. Предположительно, он застрелился из своего оружия при исполнении служебных обязанностей. На место происшествия выехала группа криминалистов. Другие подробности пока неизвестны. С начала года в рядах вооруженных сил произошло сразу несколько инцидентов. В начале января в одном из столичных парков двое военнослужащих до смерти избили молодого человека. Еще несколько солдат подрались в общежитие Министерства обороны. А недавно двое военнослужащих во время учения дезертировали с полигона Бульбака, однако позже вернулись в свою часть. В Минобороны говорят, что расследуют все эти случаи. В Республике Молдова волонтерство чаще является необходимостью, чем осознанным выбором. Пожарной станции в селе Бравич и Колоражского района уже давно не было бы, если бы не люди, которые готовы спасать жизни других, ничего не требуя взамен. Местные власти говорят, что стараются мотивировать добровольцев всем, чем могут. Например, выделяют кубометр дров, потому что в бюджете Примарии нет денег на выплату зарплаты спасателям-волонтерам. Георгий Мендру один из пожарных добровольцев в селе Бравича Колоражского района, который рискует своей жизнью, чтобы спасать других. Именно он был на дежурстве, когда в селе кто-то поджег два дома. На том пожаре, говорит, уже попрощался с жизнью, настолько все было сложно и опасно. Первый раз видел такой сильный пожар. С этой стороны стоял газовый баллон. Если бы взорвался, беды было бы не миновать. А близкие в это время ждали, чтобы спасатели вернулись домой живыми и невредимыми. Я вышла на улицу, и когда увидела бушующее пламя, и какой там пожар, молила Бога, чтобы все было хорошо. Люди благодарят добровольных пожарных добрым словом и слезами радости, а местные власти кубометром дров. У нас нет денег, чтобы оформить штатных пожарных и платить им зарплату. Наш бюджет не позволяет этого. Нас не устраивает, а что мы можем поделать, если парламент не хочет выделить деньги? Местные станции даже пожарную машину пожертвовали. И поскольку автомобиль предназначен для тушения пожаров в городах, добровольцам пришлось его переделать. Не было резервуара для воды, техника рассчитана на работу только с насосом. Подходит для зданий, где есть гидрант, соединяется с пожарным гидрантом и работает без емкости для воды. У нас это невозможно. Нет пожарных гидрантов возле домов. Илея Бурли, 63 года. Он говорит, что был бы рад, если бы кто-то из молодых занял его место пожарного, но большинство из них уехали на заработки за границу. Сейчас нет работы с этим кризисом. Худо-бедно здесь получаешь какие-то деньги, а там ничего не получаешь, но делаешь доброе дело. На какие ежедневные жертвы идут добровольцы для того, чтобы пожарная станция в их селе работала, расскажем в понедельник в 19.30 в передаче «Молдова-Лапакет». После 15 часов поисков детей, которые ушли из дома в селе Капаклея Кантемирского района, их обнаружила полиция. 14-летняя сестра и 7-летний брат найдены живыми и невредимыми в одной из семей того же населенного пункта. Около 70 сотрудников правоохранительных органов и волонтеров, используя собак, начали искать пропавших в воскресенье днем. О том, что дети ушли в неизвестном направлении и не вернулись домой, сообщила медработник. Позднее сестра и брат рассказали, что накануне их бабушка и дедушка отправились в другое село и оставили их дома одних. Правоохранительные органы поблагодарили всех, кто участвовал в поисковой операции и призвали взрослых сообщать об исчезновении несовершеннолетних без промедления, как только установлено, что детей нет дома по неизвестной причине. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Барсан. Оставайтесь на нашем телеканале, а также следите за событиями онлайн. На сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Далее о погоде на вторник. Добрых новостей. До встречи в эфире. В Кишиневе и Бельцах 8 февраля температура воздуха поднимется до 4 градусов. В Бричанах плюс 3. Везде пройдут дожди. В Сороках, Флорештах и Леушенах 4 градуса выше нуля. Ожидаются осадки. В Аргееве и Дубасарах 4 градуса тепла, в Унгенах 5 выше нуля. Пройдет дождь. В Сирасполейкомрате также 5 выше нуля. В Кагуле 6 градусов тепла. Дожди. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте плюс 8 и дождь. В Киеве 1 градус тепла. Пройдет дождь со снегом. В Москве нулевая температура и снег. В Лондоне плюс 12. Погода пасмурная. В Мадриде 16 градусов тепла. В Париже 10 выше нуля. Пасмурно. В Риме 13 градусов тепла. В Берлине 9 градусов выше нуля. Дожди. В Афинах плюс 12 и тоже осадки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!